Девушки отдыхают Здравствуйте! Я активная, позитивная девушка и я хочу найти человека, который подарит мне яркие эмоции в жизни. А поможет мне в этом моя подруга Светлана. Она мечтает о такой семье, как у родителей. Предупреждает, что быстро и много говорит. Екатерине не нравятся экстравагантные и жадные кавалеры. Ее идеал – топ-менеджер или владелец собственного бизнеса. Главное, чтобы мужчина умел зарабатывать деньги и был готов слушать ее рассказы. АПЛОДИСМЕНТЫ Рада вновь вас видеть у нас. И я тоже рада вас видеть. Такая девушка 33 несчастья. Вас не выбрал парень? Очень расстроились? Нет. Хорошо. Катюш, а что за эти полгода? Произошли какие-то изменения? Вообще, вы нас тогда услышали? Пригодились советы? Или мы так, впустую все здесь? Ну, пригодились, конечно, советы. Я стала лучше присматриваться к молодым людям, которые проявляют знаки внимания. Но так все равно и не нашла того самого единственного. Она, по-моему, крупноватая какая-то. Давайте напомним просто вашу историю. Вот с этим молодым человеком, который сошел с ума. Ну, с этим молодым человеком мы встречались, и он думал, что я Дева Мария, и должна ему родить святого ребенка. Вот смотрите, Екатерина, он был состоятельный? Да. Москвич? Наверное, не знаю. Ну, жил давно уже в Москве, квартира была. У него была работа престижная? Ну, у него свой бизнес. То есть у него с мозгов хватало вести свой бизнес, иметь хорошую машину, получить права, ездить без аварий, купить квартиру. То есть у него на это хватало ума. И вот вам сколько было на тот момент лет? 22. Стал морочить голову. Кукловод. А вас велись на это? Возможно. Не, невозможно. Я когда приехала в Москву, мне было там 17 лет, я познакомилась с двумя студентами мединститута. Из Грузии, из Тбилиси. И они меня просто разводили. Я сейчас вспоминаю, пятнами исхожу. В 18 лет я верила, потому что я из учительской семьи, потому что за вранье просто уничтожали. И я думала, что взрослые люди не умеют врать, не могут. Для меня это было аксиомой. Лариса, ну бывает же осеннее обострение, ты понимаешь? Человек вроде нормальный, хорошо зарабатывает. Да, а потом оп, и что-то переклинивает. Ты в ночь просыпаешься, а он над тобой с ножом стоит. Я думаю, Катюш, он просто глумился над вами. Кто, наверное, с друзьями сидел там с дорогим шампанским и рассказывал про другую Катюшу. Нам, друзьям и родственникам, было совсем не весело в этой ситуации. А родственники тоже участвовали в процессе? Ну, он отбирал у меня телефон, и мог звонить, например, маме и говорить, все, забудьте, Кати нет, она моя. И мама в истерике, естественно, плачет, перезвонит, а он телефон отключает, и все, телефон у меня нет. Ну, горе весеннее обострение, шизофрение. Что она может думать, да, и, соответственно, конечно, она переживает и так далее. Не боишься с ума сойти? Не боюсь. Как тот, который был. Я не боюсь вообще. Другой парень в другие отношения. Там все было хорошо, там были серьезные отношения. У вас, правда, жили. А почему у вас? А потому что он купил квартиру, он жил с родителями и купил новую квартиру себе, ну, там, вроде как нам. Нет, вроде как, вы смотрите, когда покупают вам, то вы абсолютно уверены, что это купили вам. Вам просто говорят... Не лично мне. Нет, говорили, Кать, я купил квартиру, где мы будем жить вдвоем. Этого не было произнесено. Нет. Вы просто знаете, что он купил квартиру. Ну, наверное, я напридумывала больше себе. Видно сразу человек, что неадекватен, осеннего обострения никакого не может быть. И вот он купил квартиру и стал ее благоустраивать. Да, мы вместе делали там ремонт, то есть мы ходили, выбирали там плитку для ванны, там, смотрели какие-то унитазы. То есть вы ему помогали, да? Да, да, вот. Там был дизайнер, делал ремонт в этой квартире, но мы все равно, он все равно со мной советовался. Вы шутку такую не знаете о том, как девушка, заночевав у парня, на утро говорит, здесь, милые, я все-таки перевешу зеркало, диван мы передвинем вот сюда, и что-то я, пожалуй, привезу другие от мамы. И больше этого молодого человека вы не увидите никогда. Они не любят. Если вас не просят, это было все-то ваше бесплатное. Девчонки, если вы на берегу обо всем договариваетесь, обо всем спрашиваете, интересуетесь, вам потом легче. Если он, вы поняли, что не имеет на вас в долгую планов, вы бы сказали, так вот сам иди и выбирай себе обои, а я пока там погреюсь на солнышке. Ну мы же глупые девушки. Ну поэтому, девчонки, а вы пришли в сказку. Миленький, так вы-то сюда для чего пришли? Нет, с возрастом ты уже это понимаешь. Как вы с ним расстались и из-за чего? Расстались мы совершенно с ним нормально, мы даже не ругались в принципе, то есть за то время, сколько мы встречались, у нас серьезных и сорта не было никогда. Расстались мы лишь только потому, что он сказал, что он не готов для семьи. А как вот он сказал, вот однажды вы с ним там завтракали или гуляли по парку, он вдруг говорит, знаешь, Катька, я для семьи не готов. Да, да, примерно так и сказал. Он сказал, я знаю, что ты меня любишь, а я не могу. Может быть он понял, что вы так активно участвуете? Нет, нет. А ему сколько было? Катьево переживали. Он ездил даже к моим родителям, причем он сам. Девчонка, а сколько ему было лет на этот момент? На три года старше меня. Все-таки важнее, наверное, отношения какие-то, чем стабильность или еще что-то. Света, а что за история с немцем? Вы-то уже должны были быть свидетельницей, да, этой истории? Нет, я была свидетельницей, мы с Катюшем с 17 лет, поэтому, да. Он увидел меня на прошлой передаче, вот, и нашел меня, и мы вот так с ним познакомились. И приехал в Москву, да, приехал в Москву знакомиться. Сколько он здесь с вами знакомился? Две, ну, почти две недели. Почти две недели. Красиво знакомился? Ну, приехал, да, подарил цветы, конфеты привез из Германии. Вот, ну, погуляли, показала Москву, сходили на Красную площадь. В общем-то, все нормально. И две недели вы так ходили по Красной площади, что ли? Ну, в разные, наверное, ходили. В рестораны, да. Нет, ходили в ресторан, сходили в музеи, там. Он вам понравился? Ну, мне показалось, что да, наверное, это тот человек, с которым бы, возможно, я бы готова была построить свою жизнь, связать. Я не понял, кто ей нужен, кого она ищет. Немцы, немец был. Нет, нет, был, ладно. Я хочу понять, кого она ищет. Ну, подарки-то хоть какие дарил-то? Цветы подарил. Цветы подарил. Да какая фигня, цветы? Так он обязан был дарить. А ты считаешь, что это прилично? Нет, так у него все две недели. Это Кишана, говорит, подходил для жизни. Он много обещал. Он, по реальной точке зрения, тоже. А что пообещал? Ну, он хотел семью, он сказал, что я готов, что я нагулялся, что вот я хочу уже. А там в Германии у него бизнес или что? Ну, нет, у него не бизнес, он просто там работает. Ну, мне трудно об этом говорить, потому что я же там не была, я не знаю. Почему вы сейчас не с ним, не в Германии, ближе к делу? Потому что он уехал, мы какое-то время с ним общались, а потом появились какие-то несостыковки, он слишком много врет. При знакомстве все мы немножечко изображаем из себя, а не то, что есть на самом деле. Это и есть ложь. Мы же не такие, когда выходим замуж, правда? Ну, это фантазия, давай. Нет, мы будем недостатки рассказывать, тогда никто не женится. Ну, так что, нет, не про то, что там вот, ну, например, я считаю, что мужчина, у него не должно быть больше баночек с кремами различными, лосьонами для лица и для волос, чем у меня. Он оказался не традиционной ориентацией? Нет, он традиционной ориентацией. Ну, что тогда? Ну, почему вы считаете так, а я считаю? Ну, я бы сказал, одна квартира, а у него вообще ни одной. А у него вообще ни одной. Нет, проба. Глазки-то бегают, 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 глаза, мне кажется, там столь, ну, то есть, там подробности не меряются. Она та еще, знаешь, такая штучка такая. Ну, вот, понимаешь, приехал иностранец, две недели отпуска. С блондинкой, с красивой, на халяву. Потому что в Германии ему только может тунгуска дать, понимаете, и тут с перепугу за что-то. Возможно. А ему до белой женщины, вот до такой, как вы красивая, не наступит за всю твою жизнь. А тут подпортила, что еще и заболела. Нет, я думаю, что немецкие женщины тоже всегда мечтали. Если вспомнить немецкие сказки, это именно у них есть сюжет, многократно повторяющийся о том, что женщина, еще девушка, еще Гретхин, не вышла замуж, но она уже стоит и рыдает, потому что вот где-то увидела камень, будет у нас ребенок, этот камень упадет, ударит. Женщины всегда, все века больше себе представляли, чем есть на самом деле. Вот, ну и у нас такой же объект Екатерина. Абсолютно такая же ситуация. На свадьбе сейчас, наверное, больше мужчины думают, чем женщины. Мужчины думают? Да. Мне кажется, мир перевернулся полностью. А я вот с достатком-то не поняла. Мы ищем мужчин с достатком или нам все равно? Нет, мы ищем мужчину с достатком, конечно. Я не смогу уважать мужчину, который будет меньше меня, например, зарабатывать. А вы сколько зарабатываете? Ну, достаточно, то есть я живу одна. Ну, сколько, тысяч 50? Больше. 100 тысяч. Ну, это коммерческая дума. А если ваша зарплата внезапно уменьшится? Вот мне всегда этот вопрос интересен. Бывают перепады. Имеет ли он право так же сразу начать получать в два или три раза меньше вас? А как мы тогда жить будем? Если и моя уменьшится, и его сразу уменьшится, нам тогда вообще трудно. Нет, смотри, ну, она уже отказалась от тех каких-то там богатых, обеспеченных, средний достаток, мне нужен молодой человек. Сегодня приличный мужчина тоже ищет себе ровню. Уже никто не хочет ляльку, которую нужно будет наряжать, которую нужно будет содержать, которую нужно купить квартиру, машину и так далее. В общем-то, сегодня уже неравные браки, ну, за редким исключением. Понимаете, хотят самостоятельную, хотят надежную и, в общем-то, чтобы соображала. Я не против, я не хочу какого-то папу, который бы меня содержал. Здрасте, не хочу, Катюша. Нет, я хочу человека, который бы обо мне заботился, который вместе со мной бы стремился к чему-то лучшему. У тебя знаешь, как басня получается? По прыгоне стрекоза, да, лес красный пропел, а глянуться не успел, как замокатит. Здрасте, не, не против тебя. Ну, вообще, четвертак, это уже дофига. Кому пришла стрекоза? К муравьё, умному, состоятельному и правильному. К трудолюбивому. Я не хочу, чтобы меня за муравья считали. За муравьи. Дружище. Есть, знаешь, такое два вида, ламихузы и муравьи. Вот ламихузы живут за счёт муравьёв. Но они похожи как муравьи. Хочешь быть ламихузом? Нет, я муравей. Начиная с января 2013 года, в течение двух лет у вас есть возможность встретить действительно близкого для себя мужчину, которого вы полюбите. Ну, то есть по-настоящему увлечься. И выстроить с ним действительно серьёзные отношения. Может быть, кто-то из наших сегодняшних женихов спустя какое-то время начальная встреча вам станет таким близким и дорогим. Но, в общем-то, можно даже прекратить программу, потому что они уже априори Екатерине с 13-го года. С января 2013 года. Ещё расскажу. Но, может быть, кто-то из тех, кого она сегодня встретит, месяц-два не могут встречаться без каких-то феноменальных чувств, но потом развить друг в друге вот эту какую-то душевную близость. Январь-то скоро уже? Конечно. Искра, раз? Единственное условие, при котором вы сможете эти отношения сохранить, это выстраивать их личными усилиями и личной волей. Девочка красивая, ничего не скажу. Видно, ухаживаю за собой, всё. Мне кажется, что мы сегодня должны не только помочь вам не ошибиться в мужчинах, но и помочь вам как-то действовать, взять свою судьбу в свои руки, быть поактивнее. После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Екатерина. Идите знакомьтесь с первым женихом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. Димите где-то цветы. Ай, спасибо большое. Вы очаровательны. Спасибо. Вы были сегодня. Спасибо. Проходите. Нормальный парень. Нормальный парень, говорю. Нешно. Нормальный. С кем вы? С другом Александром и с девушкой, вот подругом Нелли. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим, узнаем вас лучше. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, 26 лет. Директор сети магазинов для взрослых. Гордится тем, что занимался благотворительностью. Увлекается интеллектуальными играми. Признается, что верит в домовых. Перевез возлюбленную из Архангельска в Москву и устроил ее к себе на работу. Когда возлюбленная его бросила, довел себя до нервного срыва. Надеется, что Екатерина не заставит его страдать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думала, что вы владели сети магазинов для взрослых. Думала, с сюрпризами прийти. К нам обычно приходят, да, дарят что-то в коробочках. А у меня есть сюрприз? Есть? Но не для нас же, наверное. Нет. Так бы повеселились мы. Правда? Ну, нет, уж прям очень надо. Конечно. Пригодится в хозяйстве. Это не юти, Паша. Мне кажется, отлично. Сто процентов. Вы познакомились, будучи в командировке, с девушкой, с буфетчицей? Это была не командировка. То есть я работал у себя еще в городе. То есть после развала нашей компании. В Архангельске. Небольшая депрессия у меня была после развала нашей компании. И вот на этом фоне, то есть я как-то общался с людьми и познакомился с ней. Она работала в буфете, да. То есть начали общаться. Очень хорошая девушка. Она прямо в кокошнике, в фарточек. И так она на прилавок. Ну, Димон, давай рассказывай про свою депрессию. Так, нет? Губки бантиком, оранжевые помады. Монет на зубах, так, оранжевые помады. Вы так ей аккуратненько. И начались отношения. Нет, не совсем так все было. Она меня поддержала. И вот вы приезжаете с ней в Москву уже в отношениях. У вас здесь бизнес какой-то, депрессия. Все, да, все хорошо, все успешно, здорово. Просто счастливо. Я не знаю, я там... Вы ее взяли к себе на работу? Да. В магазин? Нет, это музей эротики. Представь бы твой парень. Ну, я еще не муж, когда вы с ним познакомились. Привел бы тебя в музей эротики. Работать. И вы там работаете себе, работаете. И вдруг стали замечать, что девушка... Что-то, да, что-то происходит. То есть в наших отношениях. Когда мы все открыли, все запустили, все, в принципе, вот это вот... Все спала, активность такая вот в этом деле. И мы сидим, вот, вроде появились какие-то выходные дни. Вроде бы как бы заняться собой. И в принципе... И о чем говорить? Про размеры проговорили, про цвет, про качество силикона там. Уже поговорили. Ну, о чем, вроде, еще говорили? Про маркетинговую потребность рынка. Да, абсолютно. Да, самое элементарное, в открытую скажу. Двое любящих, два любящих человека друг друга. Приезжают после трудной недели домой, им в выходные дни сексом заняться элементарно. Мне кажется, такой человек, он бы точно не был моим мужем. Это сто процентов. И я бы не стала даже продолжать с ним общаться. То есть она вообще начала избегать каких-то отношений вообще? Голова болит. Да не голова болит. Она вообще дома старалась не ночевать. У подруг каких-то, у знакомых, у друзей, еще что-то. То есть вот это меня уже допекло. То есть я говорю, мы с тобой работаем, нам нужны какие-то... Потому что если бы вы открыли музей деревянной игрушки, там, Хохлома, например, она бы домой бежала под стук вот этих ложек об тарелке. Видите, как ошпаренная. За любовью. А из этого магазина куда? Только водку жрать, понимаешь? И по мужика. Вот сейчас у нас в стране именно такое вот ощущение у людей. Послушайте, давайте так. Это мои дети думают, что с их рождением появилась музыка, кинематограф, все на свете. До них ничего не было. Они говорят, это ваши отстойные 80-е. Ну, до нашей эры. Но вы же взрослый человек. Вы же понимаете, что все было до вас очень давно. Все проходили. И круче, кстати. Вот у вас такая история банальная, которую вас ничему, в принципе, не научили. Все-таки, на самом деле, девушка не из Москвы, не избалованная. Да, и сразу ее окунуть, простите, в это... Извращение. Да. Почему девушка от вас убегала? Она от меня не убегала. Она нашла себе человека, с которым она работала. То есть, который у нее был приставлен, нанят в помощь, чтобы он ей помогал там, потому что она новенькая. В общем, она с ним замутила роман. Да, то есть, этот роман у них в дальнейшем ничем там не закончился. Они там закончатся через месяц. Может быть, он так думал, что ей хорошо там работается, а ей не было выхода никакого. Он тут никого не знает. Было сложно найти работу. Надо как-то зарабатывать, надо как-то... Конечно. ...существовать. А вот у меня дома барабашка живет. Я тут с квартиры, с квартиры ее. А вы зря смеетесь. Есть такое дело. Зря смеетесь. Я его молочком пою, да. И очень переживаю, когда я себя куда-то еду. Надя не остается. Не пробовала отдыхать. Нет, нет. А что? А он не будет барабашка. А вот только наш герой меня помнит. Правда ли? Правда. Ну, о чем мы речь? А у вас кто? Тоже барабашка. Домовой. Я здесь считаю домовой. А он как проявляется-то? Как проявляется? Я еще когда в Санкт-Петербурге учился, снимал, арендовал квартиры. Вот я заезжал там в одной, может быть, жил. Еще где-то. И вот постоянно что-то где-то происходило. Там стучат, там бренчит, еще что-то. Все заканчивается, там дверь в ванну закрывается. А блокот наливали его? Я потом вина налил, ужин приготовил, поставил, третьего человека посадил. Все. Все закончилось. Я тоже в детстве верил в домовых. И они присутствовали у меня дома. А сколько вы лет еще будете? Вот когда вы уже станете дедом, внуки будут в школу прогуливать. Будут ли они забегать в ваш магазин на работу? Да пусть они забегают. Господи. Притом, я бы не хотел, чтобы, например, была бы у меня там дочь, да, чтобы она познакомилась с таким человеком. Это точно. А я бы хотела на сюрприз посмотреть. Я хочу подарить тебе данный подарок, да, чтобы ты была королевой не на кухне, а, ну, чувствовала себя королевой в постели. Дай, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ А, Саша, подволение откройте, покажите нам, продемонстрируйте, а мы позовем. Давайте. Посмотрим. Наивный молодой человек. АПЛОДИСМЕНТЫ Это два-три раза в неделю, а кушать три раза в день. Ну, бабки, сейчас. Ну, приложите. Скажите, а вы считаете нормальным вот на первом свидании взять такой подарок? Нет, только все по-разному очень. Всех по-своему. Ну, на всю страну, простите, подарить нижнее белье? А что такое? Лимочка. Это, наверное, вот так. Ну, так. Да, только размерчик большеватый. Для украшения. Ну, ланте уж прямо. А-а-а. А, слушай, а это клубковая? Да нет, наверное. И вот так. Ты знаешь, на месте этой девушки, Кати, я вообще не стала открывать это белье. Спасибо, проходите. Спасибо, мама. Спасибо. Готовься. Да, сейчас послушай. Молодец, человек поверг меня в шок. Почему? Не совсем уместно дарить такой подарок. Мне кажется, это такие интимные вещи, которые... Но подруга же взяла. Не совсем уместна. Ну, чтобы не обидеть молодого человека. Правда? А почему вы считаете, чтобы не обидеть? Вот смотрите, Екатерина в первом случае не обидела идиота, который над ней глумился. Второго не обидела, третьего немца, который приехал и воспользовался. Может быть, уже пора научиться говорить нет? Я просто добрый человек. И пора... Ну, вы не просто... Вы не добрая, вы глупая. Может быть, пора научиться как-то бросать в лицо вот такие вот подарки. Говорить, я не хочу слушать этот бред, а мне это неинтересно. Смотри, она даже критику не воспринимает. Ей очень понравился тот подарок. Ну, да. Вы пришли сюда для того, чтобы найти себе мужа. Да. И вы пришли сюда за любовью. А я вам говорю, как человек с опытом, что вам мешает? Почему мужчины и дальше вам будут попадаться, один козлеет другого? Вот потому что... Нужно научиться говорить нет. Нет, потому что к нам относятся так, как мы того заслуживаем. Ну, вас унижают, а вы позволяете себе унижать. Ну, я не считаю, что он меня унизил прям вот этим подарком. Конечно, это же тест. Это же тест, милая. Ну, почему одним женщинам, вот как говорят, все, другим ничего? Почему на одних женятся, от них хотят детей, они живут какой-то прекрасной жизнью, а другие обречены быть в крайнем случае любовницами? Если повезет, то постоянно на какое-то время. Нет, на такую роль я тоже не согласна. Катерин, нет, тогда нужно по-другому о себе заявлять в этой жизни. Но это ваше право. Моя образ жизни, она прекрасно понимает. То есть она может меня оценить объективно. Роза, тебе понравился жених? Жених? Да, жених понравился. Я тут увлеклась, читая косы. Тут не инструкция прикреплена, а как пользоваться. И у него, кстати, срок годности, один год всего. Да? Да, один год. Ну, это как раз очень хорошо характеризует жениха. Почему? Денег нет. Пророждаемость, сам тоже не особо хочет и детей-то... И детей тоже какие-то абсолютно глупые, завиральные, никуда. Да, вот как-то вот странновато. Единственное, что, по-моему, домовых любят. Мы как-то с ним тут на одной волне. Василис, может быть, потому что 26 лет всего? Может быть, потому что как-то звезды? Может быть, дальше повзрослеет? Я все-таки хочу верить, что он не безнадежен. К сожалению, овны идут к своей цели очень часто именно коротким путем. Вот я боюсь, что он выбрал действительно короткий путь соединения Марса с Нептуном. Он занимается легендированием. И мальчику из Архангельска, наивному, кажется, что он приехал в Москву. И сексуальная тема – это самый горячий, самый ход, на чем можно вот каким-то образом привлечь к себе внимание. Но мне кажется, что это было смешно и не совсем убедительно. Он выглядел гораздо более приличным, гораздо более серьезным, чем пытался себя представить. Да, то есть вот здесь вот, видишь, не совсем понимает вот эту вот точку, я не смог донести до ведущих это. Давай поженимся теперь вашим мобильным. Наберите 0736, Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Екатерина. Идите, знакомьтесь со вторым женихом. Удачи! Судьбу девушки решает слово «да». Судьбу мужчины слова «нет». Я хочу, чтобы ты мне говорила всегда «да». Спасибо, но это мы посмотрим. Спасибо. Обожаю маленькие розочки. Спасибо. Я тоже обожаю эти маленькие розочки. Оранжевые розы что означают? Ну, оранжевые – это солнечный цвет, веселый, радостный. Красный – страсть, а у тебя любовь. Ну, да. Он подкупает. Да, да, да. Такой, знаешь, отмазался. Это хорошо. Это плюс. Давайте на вас посмотрим. Юрий. 33 года. Владелец строительной фирмы. В молодости работал дворником. Гордится тем, что всего добился сам. Мечтает переехать в Черногорию в недавно отстроенный дом. Предупреждает, что не меняет принятых решений. Был женат дважды. Первая супруга не хотела от Юрия детей, вторая родила ему двоих, но загуляла. Надеется, что Екатерина окажется той, кого она ищет. Купили землю в Черногорию? Пока еще нет. Я тут собираюсь туда переехать и собираюсь там все это приобрести. А, то есть это план? Конечно. А, то есть домика нет? Домик есть, но домик здесь, в России пока. Нет, ей не нужен, ей нужен я. Юрий, вы первый раз во сколько женились? 24. Она была старше вас, у нее уже ребенок был шестилетний, да? Да. Ну, любили, раз женился-то. Ну, конечно, были чувства, но... Это было все-таки более спонтанно и более как-то... Юрочка, а почему она своих детей вам не рожала, как думаете? Некуда было, негде было жить, или как она это объясняла, или потом? Ну, это начало бизнеса было. То есть это было ей некогда, мне некогда. То есть работали, можно сказать, сутками. Как думаешь, нравится она ей? Мне кажется, первое впечатление про домик в Черногории, она прям запала. Вы от нее ушли к 18-летней, к молоденькой. Ну, из одной крайности в другую, как это, в общем-то, мужчинам свойственно. Влюбились. Почему, почему свойственно? Ну, потому что, ну, вот так... Нет, ну, я создавал семью. Ну, нужно все в жизни попробовать. И вы создали семью с 18-летней девушкой. С 19-ти уже. Она так же хотела страстных детей, как и вы, она вам их родила, двоих. Да. Она с любовью родила их. Ну, как здорово. Почему бы не жить вместе? Ну, так получилось, что... Ну, как получилось? Что произошло? Я постоянно на работе просто. Ей было скучно. Мне кажется, он такой довольно спокойный, уверенный человек. А какие были к вам претензии? Что поздно приходишь или мало денег? Ну, последний аргумент, потому что деньги, они всегда, но... То есть, он строительная фирма, работал рукастывал. То есть, они не могут быть в ходу. Ей, может быть, не хватало любви? Может быть, вы что-то не договариваете? Ну, почему же? Любви как раз-таки никто не жаловался. Если у него нет, он там не приходит вообще домой. Ну, так вот, по-моему, не этот случай. Он нормально приходил домой, помогал. Вам с ней было скучно? Честно. Я бы не сказал. Чья была инициатива подать на разум? Это был домашний очаг был. Спокойный домашний очаг. Тогда кто? Почему вы расстались? Она от вас ушла к другому? Потому что социальные сети... Нет, потому что она от вас ушла к другому. Ей так было много времени свободного, что она нашла себе другого мужчину. Детей она оставила... Она нашла общение и вот эти приятные слова в социальных сетях. То есть тех, которые не доставали ей днем. Она нашла виртуальную любовь себе. Конечно. Хорошо. Значит, муж обеспечивает, горбатится там на работе, детей воспитывает чужие тети, а она там и развлекается. Потому что образование нуль. Так понятно. Потому что сытое, в тепле и безделие. Ребят, только безделие толкает людей на необдуманные, на тупые поступки. Ну, дело всегда можно найти. Не обязательно находить любовника. Не, ну, а дело... Подожди, есть дети. Есть семья, воспитывай. А сейчас дети с ней или с вами? Сейчас с ней. Ну, вы забираете, естественно. Ну, конечно. То есть женщина, которая выйдет за вас замуж, она должна вас принять, вас и ваших детей. Обязательно. Вы готовы? Я своих пятерых хочу. Чего? Это что, так от вас, что ли? Нет, я просто говорю, что я своих хочу. Нет, а если впрямую? Ну, вот, хорошо, свои, предположим, будут, а вот двое детей мужчины. Они найдут себе место под вашим кровом? Ну, если они меня тоже примут, то почему нет? Возможно, да. Пятерых. Я на три согласен. Я на три согласен. Я бы ее переубедил. Вы договоритесь. Тебе не нравится? Мне наоборот. Нет, почему мне не нравится? Очень нравится. Мне у позиции... Екатерина говорит, мне нужен мужчина с детьми. Не хочу чужих детей. Но говорит так, мнется и жмется при этом. Говорит, не хочу. Нет, Лариска. А ты ей сейчас будешь уговаривать. Это она сейчас. Нет. И станет она хрестоматийной мачехой. Послушай, нет, не хорошее. Знаешь, как говорится, по девушке встречает, а по уму-то провожает. Вот наша задача, ум, ты показать, наша невеста. Не правда. Понятно, что он тебе как бы внешне не приглянулся. А ты возьми его. Я считаю, что у мужчины самая главная привлекательная привлекательность – это ум. Ага, да, мы видели, как ты по уму выбираешь. И знаем, что у тебя самая сексуальная зона какая-то. Вот для Розы ум – это не эрогенная зона. Она в этом признается в открытых. Все мои проблемы из-за того, что не люблю умных, а люблю молодых и квадратно-гнездовых. Понимаешь? А надо умных. С рентгеном сразу ходят, сразу так. О, он умный. Я не удивлен. Я хотела бы перейти уже к сюрпризу и будем знакомиться с третьим женихом. Покажите. Будут фокусы? Нет. Гадание. В нашей судьбе иногда случай решает многое. И чтобы этот случай немножко предсказать, иногда можно воспользоваться картами. А можно я по присутствию на гадании? Потому что мне очень интересно. И мне интересно. Извините, пожалуйста. Какой рукой? Не важно. Левая рукой на себя. Сейчас он ей, короче, нагадает, что она будет с ним. Теперь переложи, пожалуйста, отсюда карту сюда. Отсюда карту сюда. Выложи все верхние карты. Ух ты. Первая – это мазь любви, дружбы и верности. Дама означает тебя. Это тебя, значит, ожидает письмо. С признанием в любви. Ну и веселая, хорошая дорога. С прекрасным человеком. Со страстным мужчиной, да, со мной. Он колдун. Колдун вообще мега. Ну и что вам ожидать? Четыре туза – это исполнение всех желаний. Я думаю, что мужчина исполнит все твои желания. Замечательно. Я бы сказала, что ибо хорошо подстроенный фокус красивый. Проходите, проходите. Я живу. Как вам жених? Рубаха – парень. Вот такой муравьишка, о котором мы говорили в самом начале. То есть он очень добрый. Он вот как раз, мне кажется, такой человек не будет врать, не будет обмазать. Вы рекомендуете? Жене наверняка было с ним вот скучно именно из-за этого, из-за того, что он такой добрый. Только позитивные эмоции всегда скучно. Я боюсь, что просто в определенный момент нам действительно станет скучно вместе. Потому что он очень спокойный, я просто не такая. У меня взрыв эмоций, я на лыжах катаюсь, я на том катаюсь. Вы же не спросили, может быть, он тоже катается на лыжах? Возможно, возможно. А лыжи к семье? Какое отношение? Нет, я просто про эмоции. Так может быть, он тоже активно отдыхает? Вот видите, собирается дом в Черногории строить. Значит, может быть, возьмет там ласты купит, маску подводную. Возможно. Лариса такое ощущение, что уговаривает ее. Мы мнемся на одном месте, это всего лишь наши догадки. Я сейчас отлучусь на одну минуту. Юрий, привет. Скажите мне, пожалуйста, ради бога, вы как отдыхаете, как проводите время? Ну, с закружкой пива или все-таки лыжи, там, я не знаю, когда активный отдых? Ну, активного отдыха в моей жизни мало, потому что все-таки активно... Да, то есть с утра до ночи это и практически не спать. Ну, я думаю, вы не будете против, если жена там соберется куда-то, не знаю, поплавать... С пятью детьми, пожалуйста. Вам она понравилась, честно? Честно. Ваша нет? Ну, я думаю, что не моя все-таки, потому что, ну, чуть-чуть она немножко не доросла еще до моего того уровня, что я хочу. Нет, просто многим женщинам, которые не побывали замужем ни разу, у которых нет детей, им кажется, что нужно в брак вступить для того, чтобы еще больше и ярче развлекаться. Поэтому найдем вам жену и проживайте. Спасибо. Ну, вы ему не понравились, Катя. Как тебе, жених? Мне понравился, Юрий. Во-первых, вы, скажем так, представьте себя пчелой-королевой, королеву-матка. Пчел королей не бывает, бывают только трутни и рабочие пчелы. Поняли, да? Вот Юра классическая рабочая пчела, чтобы содержать королеву-матку. Вот хотите быть королевой, Юра, пока у вас они трутни наблюдались рядом? Да зачем вот столько обо мне? Совсем скоро невесте предстоит третье свидание. После рекламы Смотрина продолжит. Да, оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». И я предлагаю Екатерине встретиться с третьим женатом-проходителем. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Очень приятно. Очень прекрасная Екатерина. Спасибо. Очень понравилось. Я думаю, у нас много интересов общих. Я тоже люблю. Я надеюсь. Спасибо. Проходите. Скромно. Я думаю, он может вызвать себя интересов. Кто эта красавица с вами? Я приехал с подругой Екатериной. С дружинкой детства. Давай с нас посмотрим. Владимир, 30 лет. Индивидуальный предприниматель. Занимается строительством. Мечтает открыть ресторан русской кухни и достичь высокого положения в обществе. Предупреждает, что в его семье последнее слово всегда будет за ним. Расстался с женой через две недели после свадьбы, потому что не смог найти подход к ее родителям. Надеется, что родственники Екатерины не будут помехой в отношениях. Что-то я не поняла. То есть вообще не будете с домочадцами считаться? Вот так кулаком по столу, как сказали, так и все должны под вашу дудку? Нет, ну почему же? Будете считаться? Конечно. Это семья называется. Ну конечно. Потому что я вам хочу сказать, если вы однажды обожглись там на молоке, не надо дуть на воду. Нет, нет, ни в коем случае. Я говорю, семья есть семья. То есть единственное, глава семьи должен быть я. Я на нее смотрю, на такое ощущение, что он на зоне сидел. Вы во сколько лет женились? Двадцать семь. А ей сколько было? Двадцать шесть. О, тоже взрослая тетя. Тогда я не понимаю, что вы такого делали со своей женой? На что она так жаловалась своим родителям, что они к вам ночью заявились и ее забрали? Нет, нет, нет. Моя супруга ни на что не жаловалась, во-первых. Откуда вы знаете? И не ночью заявились, утром. Ну какая, еще хуже. Как говорится, самый сон. Что ее у вас не устроило-то? Не устроило то, что я не хотел полностью как бы входить в их семью с тем, что они мне предлагают. А что они предложили? То есть это были мелкие конфликты. Может быть они ничего такого плохого не предлагали? Знаете, когда навязывают, что надо на рынке закупаться, а не в магазине. Я не люблю ходить по рынкам и закупать продукты. А вы на зло шли? А я не на зло, я шел так, как я считаю. А почему бы не сказать-то, Марь Иван, так я так и делаю, я тоже сам люблю с рынка продукты, а не из магазина. А вы сразу вставали в позу или как? Болочка, если не разберемся, будет фигня и дальше... Нет, я просто объяснил как бы... Потому что тещи не могут всеразовым расой исчезнуть с планеты Земля. Не понимаю, когда мужчина взрослый не может справиться, но все еще... И вот, значит, первый конфликт. Она вам говорила, сынок, иди на рынок все-таки. Дочка привыкла, творожок с рынка. А вы нет, вот мне хочется, чтобы она с антибиотиками. Нет, не так было. А как? То есть у них была традиция выезжать на рынок по выходным, закупать продукты. Хорошая, прекрасная традиция. Почему? Потому что я не люблю рынки. Мне проще сходить в магазин, купить все с прилавочкой и привезти домой. Вот чуваку реально рынок важнее стал, чем человек, которого он выбрал в жены. А жена что говорила? Володь, ну пожалуйста, я так люблю. Меня мама... Можно я сама съезжу на рынок, Володечка? Вы тебя приготовили, и ты увидишь, как это правда вкусно. Здесь не вопрос в качестве продукта, здесь вопрос в экономии именно стоял. А у вас с деньгами было все в порядке, и вы могли себе позволить покупать гадость в супермаркете? Совершенно верно. Просрочены. Он не считался с мнением своей женщины. Он вообще не считался. И вот однажды теща пригласила вас в кафе поговорить. И вы опоздали на сколько? Часа на двое? Нет, ну теща меня не просила поговорить. Это была встреча моей родителей с ее родителями. Заранее же после свадьбы? Они заранее спланировали. После свадьбы уже? Да, это уже после свадьбы. Они договаривались между собой. То есть это их проблемы были. Ну, вот они договорились. Вы-то при чем? Я узнал позже, что моя супруга идет вместе с родителями. Меня попросили тоже подъехать. Так как у меня была работа, я не смог этого сделать. Скажите, а сколько все еще лет? Тещи, так, если не соврать, около 50 лет. Не работает? Работает. И у нее еще хватает на эту фигню энергии? Да, да, да. Да, что она добилась? В конечном итоге дочка осталась одна. Его заботит мнение окружающих людей, реально, зависимо. А что еще последней капли, когда она утром приехала за дочкой? Это, кстати, не было ни ссор, ни руганий. То есть это появилось, они сидели, общались на кухне. Я был в комнате, и краем уха услышал, что ее хотят забрать. То есть без объяснения причины все. Павлович, а почему было не закрыть двери и сказать жене, любимая, побудь пока, просто посмотри телевизор. Я сейчас разберусь. И скажите, дорогая Мария Ивановна, мне трудно, конечно, но я понимаю, как вам объяснить. Ваше время истекло. Теперь ваша дочка прекрасная, как вы ее замечательно воспитали. Моя жена. И в моей маленькой семье я хочу сам принимать решение. Я вам сейчас чайку с травкой, чтобы вы успокоились. Посидите с нами, давайте поговорим. И все, и она бы оттаяла. Но научиться же, разговаривать язык же не только для того, чтобы его показывать, правда? Ну, Володь. Слова были сказаны, но совсем другие, Владимир. Я думаю, что обидный и очень резкий возраст тещи. Согласитесь, что вы при всех этих мелких конфликтах и стычках в выражениях особо себя не стесняли. После того, когда мы подали на развод, вернее, уже разошлись, то я даже не стеснялся. Как-то он все неправдоподобно говорит. А вот представьте, что у вас вот дочка родилась, да, вот она выросла, вот такой Володя пришел. И вот такая ситуация. Вот вы на чью сторону встанете? Нет, ну как родитель я, конечно, буду на стороне дочери. Это естественно. Но вы же не издевались, не били, не... Нет, нет, нет. Вы просто хотели жить своей собственной семьей. У вас ведь были после развода еще отношения. У меня девушка была с Германии. То есть она в малом возрасте уехала туда, то есть выросла там. И вы захотели жить с ней в России? Что-то мне напоминает. Как бы мы познакомились, да, она приехала сюда, ей Россия нравится, все. Но она не может здесь жить, то есть у нее боязнь перед Россией, страх существует. Звала она меня в Германию, но в Германии жить я не хочу. Вот, кстати, Германия. В Германии один строитель, другой с немками. Валочка, согласитесь, что вы ее, в общем-то, и не любили? Нет. То есть симпатия как бы... А уехали в Германию, нехай себе там живут, правда? У нас своих девчонок дофига. А вот бизнес у вас какой? В какой области я имею в виду? Строительная поставка строго материала. Ой, как хорошо строительная. И дач поди есть, наверное, у вас, да? Еще нет. Только планирую. И доход у нас поди хороший. Хватает. Это вот похож человек, который вот у нее был там, который с Германией как раз. Владимир просто по молодости и по глупости. Знаете, нашла коса на камень. Вот так бывает. Один принцип нашел на другой. Но в следующих отношениях я просто призываю, пожалуйста, вот как ласковый телядь и двух маток сосет. Ну научитесь, научитесь. Это же родители, которые родили вам жену. Которые будут бабушкой, дедушкой ваших детей. На кого вы их оставите? На нянек? Нет, ни в коем случае. Любите их, но не любите, уважайте априори. Потому что это как на Кавказе. Уважайте просто по факту того, что это ваша семья. И они вам еще пригодят. Если в моих отношениях большую роль играла тоже теща, то я, по крайней мере, ее не виню. Потому что решение принимает все-таки решение приняла окончательная жена. Как скоро вы готовы жениться? Вы чувствуете себя абсолютно готовым уже к следующему официальному отношению? Когда буду уверен в избраннице своей, вот и до, тогда буду готов. Сколько времени должно пройти от момента знакомства до уверенности? Ну, вы себя лучше знаете и можете оценить. Это три месяца, у кого-то три года. Это же, опять же, от трех месяцев до трех лет, так же, как избранницы себя будут вести. Спасибо. Покажите сюрприз. Ну-ка, что он там сейчас придумал? Аплодисменты. Я хочу тебе сделать скромный подарок, такой вот цветочки. Это, ну, от голоса к лету, чуть-чуть летом. Это я люблю. В осеннее настроение разбавить. И вот маленькие сюрпризы в этом букетике, я не знаю, понравится, нет. Ну, я думаю, понравится. Его можно сейчас открыть? Можно открывать. Прямо сейчас. Ух ты! Бедные бабочки, они там померли уже. Спасибо, мне очень понравилось. Красивые бабочки. Спасибо большое, проходите. Классно, еще с бабочкой. Как вам жених? Мне он понравился. Очень понравился его сюрприз, довольно необычный, очень яркие, именно вот, яркие эмоции, которые можно получить от этого. Шикарно. Спасибо. А вам? Мне тоже понравился. Это, наверное, действительно те эмоции, которых мне, наверное, в жизни не хватает. Очень понравилось. Я тебе говорю, что девушка должна быть от этого в восторге. Конечно, лучше, чем белье. Роза? Ну, грустно мне от... Мне подарок очень нравится. Кстати, мне кажется, любая нормальная женщина бы рада была об этом. Ну, я думаю, да. Нас легко вот именно этим купить. Я всегда... И мужчина всегда говорит, любую женщину можно завоевать, по сути. Именно подарком. Но боюсь, что может случиться, как в песне. Мы выбираем, нас выбирает, как-то часто не совпадает. Он-то вам понравился, а вот, судя по его выражению лица, я, однако, сомневаюсь, что вы понравились, как жена будущая. Знаете, что приятно? Что Владимир пришел и заявил, что ему нравится, что не нравится, как он видит свою будущую семью. А мы ведь не хотим слышать, нам просто кричат. Последнее слово будет за мной. Все важные моменты в семье буду решать я, потому что в семье я главная. Нравится вам это или не главная? Мне нравятся такие мужчины. Бабочки мне помогли. И я хочу вам сказать, Владимир, услышьте меня. В жизни все по-разному. Никогда не повторяется одна ситуация с другой. Поэтому это не факт, что у вас будет следующая теща такая же. Не бойтесь жить, не бойтесь начинать новые отношения. Все будет по-другому. У Кати замечательная, добрая мама. Мне очень бы хотелось, чтобы Владимир, который по своей натуре овен, да еще и с оппозициями Солнца к Марсу и к Сатурну, вспыльчивый и гневливый человек, чтобы он научился это контролировать. На мой взгляд, сложность ситуации в личной жизни для Владимира вот в чем. Ему нравятся тихие, мягкие, покладистые девушки. Прекрасно, чудесный образ. Но он должен понимать, что такая девушка покладистая, спокойная, она точно так же будет покладистой в общении с своими родителями, с которыми она провела большую часть своей жизни, которым она многим обязана. Это может быть неправильно, но это неизбежно. Ему правда нужно не только договариваться, но понимать, что есть и другие стороны со своими требованиями и желаниями. Мы видели всех претендентов, которые сегодня боролись за руку и сердце вашей подружки. Кто из них достоин? Я бы рекомендовала Владимира. Ты готов к ней выйти? Да, готов. Готов? Да. Ой, девчонки, мужья как шкатулки с сюрпризом. И, как правило, эти сюрпризы не всегда нам нравятся. Мне кажется, более предсказуемой и не с такими неожиданными сюрпризами может быть Юрий. Вот я все-таки желала бы вам более спокойной жизни. Юрий. Вы знаете, на, допустим, пятом году супружеской жизни уже хочется, чтобы муж позвонил по телефону, что он прилетел, приехал, сел в такси. И не хочется сюрпризов не только страшных, плохих, но, в принципе, ты уже даже как-то меряешься с тем, что и каких-то бабочек не будет. В этом тоже есть своя прелесть. В связи с этим, мне кажется, Юрий подошел бы вам идеально. Ей абсолютно не нужен мужчина с детьми. Она не сможет сейчас даже общаться с ними. Юрий, много кому подошел бы идеально на самом деле, но я боюсь, что вы не женщина его мечты. Он не будет с вами себя чувствовать достаточно спокойно, комфортно и уверенно. Мне кажется, что если уж пробовать, имело бы смысл пробовать с Владимиром. Потому что в нем и достаточно решительности и жесткости, в вас достаточно хотя бы внешней мягкости и внешней покладистости для того, чтобы соответствовать его чаянию. Может быть, вместе придете к тем самым компромиссам. Ну и начало 13-го года засияет новая краска. Может. Поскольку у нас же второй раз, знаете, к кому идти. Вы уже все для себя решили, поэтому проходите, мы вас поддержим. Спасибо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4. Яна, 28 лет, номер 2174. Владелица туристического агентства. Любит устраивать праздники для друзей. Гордится своим образованием и успехами в карьере. Яне может понравиться высокий, смуглый, спортивный мужчина до 45 лет. Амина, 24 года, номер 2175. Стоматолог. Учится в аспирантуре. Мечтает поехать на чемпионат мира 2014 по футболу в Рио-де-Жанейро. И набить третью татуировку. Ищет стройного брюнета, крепко стоящего на ногах и готового к стабильным отношениям. А мы не знаем, выйдет Катя одна или с избранником. Я приглашаю всех выходить. Давайте ее поддержим. Привет еще раз. Мне очень понравился твой сюрприз. Бабочка. Я надеюсь, что на этом сюрпризы в нашей жизни не закончатся. Приятные сюрпризы. Приятные сюрпризы. И будет продолжаться. Сегодня у нас есть пара Екатерина и Владимир. Компания Amway дарит вам продукцию для красоты и ухода за собой. Линия косметики Artistry раскрывает истинную женскую красоту и отвечает ежедневным потребностям вашей кожи. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Кирова канала. Если вам понравился какой-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4-4. Я Ларису Гузееву желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай пожените. Удачи. Спасибо. У меня ни разу не было целомудренной девушки, поэтому это предел мечтаний. Победителем в премии форвард моего сердца является победитель Дмитрий. Ну и выдержка была у вашего парня. Послушайте, а зачем вы так над ним издевались? Так кваску хотелось. Украл три копейки, квас попила. Ну, теперь забейте меня теперь. Вот бросьте меня камень. Субтитры сделал DimaTorzok